Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Сегодня я расскажу вам, в чем заключается уникальность римского доспеха лорикосегментата, а также почему в дальнейшем в истории эти доспехи не получили широкого распространения. Лорикосегментата – пластинчатые доспехи, появившиеся в конце Римской Республики и широко использовавшиеся в эпоху Империи. Само по себе название лорикосегментата возникло лишь в XVI веке, а широкое распространение получило и вовсе викторианскую эпоху. Древнее же название этого доспеха неизвестно. Уже в наше время в качестве замены получило определенное распространение более исторический термин – лориколамината, однако его аутентичность также признается не всеми историками. Появление в римской армии данного вида доспехов историки связывают с германскими воинами императора Октавиана Августа, когда возникла необходимость обеспечить лучшую защиту торса легионеров от ударов германских длинных мечей, от которых традиционная лорика хамата или кольчуга уже не спасала. Есть предположение, что конструкция лорики сегментаты была заимствована римскими оружейниками у гладиаторской экипировки, в частности у пластинчатого наруча манники. Самые ранние фрагменты лорики сегментаты были найдены археологами на месте сражения в Тавтебурском лесу в девятый год нашей эры. Доспехи состояли из железных полос, изнутри попарно скрепленных на груди и спине кожаными ремнями, образуя таким образом обруч, охватывающий торс солдата. Плечи, а также верхняя часть груди и спины защищались дополнительными пластинами. Нагрудные и спинные пластины крепились к основным либо крючками, либо ремнями и пряжками, располагавшимися на спине внутри доспеха. Левая и правая нагрудные пластины также соединялись между собой. Преимуществом лорики сегментата было ее удобство в хранении и транспортировке, поскольку она легко разбиралась и складывалась. Ее вес достигал 9 килограмм, что было значительно меньше веса традиционной римской длинной кольчуги с наплечниками, весившей 12-14 килограмм. При этом данный доспех обеспечивал максимально возможную защиту корпуса от любых видов колющего, рубящего, дробящего и метательного оружия. Современные эксперименты показывают, что даже дротик, пущенный из малой катапульты скорпиона, не способен полностью пробить точную копию лорики сегментата со смертельным для легионера результатом. Недостатком данного доспеха было полное отсутствие защиты нижней части корпуса. Частично эту проблему решал военный пояс с широким фартуком из 4-8 кожаных ремней, обитых металлическими заклепками, прикрывавший пах легионеров. Лорика сегментата использовалась только легионерами и претерианцами. Вспомогательные войска и кавалерии одевались лорика хамата или кольчугу и лорика сквамата, чешуйчатый доспех. На протяжении истории Рима лорика неоднократно модифицировалась. Кожаный крепеж в виде системы ремней и шнурков постепенно вытеснялся металлическими шпильками и штифтами, что увеличивало надежность конструкции и в то же время упрощало изготовление и обслуживание доспеха. Выделяют несколько наиболее распространенных ее типов по местам археологических находок. Калькризе датируется периодом 20-го года до нашей эры и до 50-го года нашей эры. Корбридж. 40-й год нашей эры до 120-го года нашей эры. В городе Корбридж близ Адрианового вала в 1964 году найдено две хорошо сохранившиеся лорики. Эта находка позволила уточнить устройство доспеха, ранее известного только по отдельным элементам и изображениям. Несмотря на хороший уровень защиты, доспех лорика-сегментата в дальнейшем в истории, например, в Европе распространения не получил. Причиной этому, судя по всему, стала утрата технологии изготовления доспеха и креплений, которая исчезла вместе с падением Западной Римской империи. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. И обязательно подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok